Всем привет! Вы на канале Золотые ручки. Подарки своими руками. И сегодня мы будем с вами делать новогодний подарочный бокс. Конечно же с конфетками. Для этого вам понадобится любая упаковка. Это может быть вот таким ящиком, покупным боксом из магазина. Или же обычная подарочная упаковка, которая сейчас продается в каждом магазине. Но так как мне ни та, ни другая не подходят по размеру, я буду коробочку делать сама. Я вырезала 2 квадрата в качестве донышка. Размер его я подобрала специально по размеру того, что я буду вкладывать в этот бокс. И дальше вырезаю бортики. Бортики тоже сразу вырезаю такой высоты, какой мне надо. А длину бортиков я вот так вот прикладываю и измеряю, чтобы края ровненько прилегали друг к другу. И сейчас просто склеиваем все наши заготовки вырезанные так, как вы видите на экране. Это делается все довольно легко и просто. Коробочку склеили. Вот так вот она сейчас выглядит. И конечно сверху надо все это обернуть бумагой или как я, я буду использовать мешковину. То есть для этих целей подойдет любая бумага или ткань. Выбирайте сами то, что у вас есть. И забыла сказать, конечно, коробочка может быть не квадратной, а прямоугольной. Прямоугольная коробочка тоже у меня будет в этом видео, но чуть попозже дальше я вам ее покажу. И еще один вариант изготовления таких боксов это использование в качестве основы простой обувной коробки. Берете и обклеиваете сверху мешковиной точно так же, любой тканью или бумагой. И получается коробочка, в которую можно сделать запросто любой суперский праздничный новогодний или даже не новогодний бокс. Как вы видите на видео, я аккуратно подклеила только снаружи мешковину, а внутри не стала ее очень хорошо и аккуратно приклеивать, потому что внутри будет у меня наполнение. И в первый этот бокс я буду устанавливать 4 вот этих баночки, которые у меня одинакового размера. В первую баночку я наливаю мед. Это, конечно, может быть и сваренное своими руками варенье или джем, или еще что-то. Во вторую я насыпаю орехи. В третью складываю конфетки. И в четвертую тоже яркие конфеты. Наполнение может быть совершенно разным. Это уже ваша фантазия, фантазируйте, ищите альтернативу какую-то и наполняйте свои баночки своими продуктами. Может даже не продуктами. Вот такая красота у меня получилась. Закрываю сверху крышечки. И дальше, чтобы придать новогоднее настроение, сверху на эти крышечки я буду наклеивать новогодние картинки. Эти картинки я распечатала на самоклеющейся бумаге и вырезала кругляши по размеру крышечек. Подобных картинок в интернете очень много, поэтому если поискать, вы обязательно найдете подходящие по цвету картинки. Далее берем нашу коробочку и наполняем ее сначала бумагой. Это я наполняю бумагой. Вы можете взять любой наполнитель наподобие полосочек от гофрированной бумаги или сизоля. Я наполняю бумагой тишью. И затем устанавливаю баночки на место. Дальше мне не очень понравилось, как сочетается тон моей бумаги с моей коробочкой, поэтому сверху я еще присыпала все промежутки между баночками и коробкой тыквенными семечками. И вот сейчас на этом этапе можно уже заворачивать весь бокс в упаковочную пленку. Сверху для красоты, для того чтобы закрепить открытку новогоднюю, я наматываю шпагат и завязываю его на бантик. Ну что ж, вот такой очень бюджетный, но несмотря на это, приятный и красивый подарочек новогодний получился. Я думаю, что каждый был бы рад получить такой новогодний презент в качестве подарка. А мы переходим ко второму боксу, который я делала для девочки. И так как этот бокс для девочки, а девочки все любят единорожков, поэтому цвета для этого бокса я подбирала специально нежные. И что из этого у меня получилось, вы далее увидите. Точно так же, как и в первом варианте, я клеила из картона коробку и укладываю бумагу на донышко коробки. Так, чтобы она свисала с боков. Размер этой коробочки я специально делала под вот такой графический планшет для рисования, который я купила в магазине gmstil.ru. Очень интересный планшет. На таком планшете легко можно рисовать или обучить ребенка математике, например. И на нем есть кнопочка. На нее нажимаешь и все записи стираются. Также сзади есть замочек защита от стирания, если вы не хотите, чтобы ребенок нечаянно стер решение примера. И еще немного похвастаюсь тем, что я приобрела на этом интернет-магазине, этот интернет-магазин, различных шахмат, головоломок. Я себе прикупила деревянные головоломки, очень интересные штуки, кстати. Я два дня сидела, думала, как же это все разобрать, потом как же это собрать. Загляните на сайт этого магазина, я оставлю ссылку в описании, и вы там найдете море полезных и интересных идей, как же провести новогодние каникулы, да и вообще провести вечер в кругу своих родных и близких. Кроме всяких различных игр и головоломок, на этом сайте есть картины по номерам и алмазная живопись. Я себе прикупила вот такие, и уже после Нового года, наверное, начну разрисовывать и выкладывать алмазики, чтобы у меня был вот такой комплект картин. Цены на все товары низкие, так как они работают напрямую с производителями. Укладываю голографический планшет на донышко моего бокса, укладываю вот такие зимние наушники пушистые. Как вы заметили, все нежного, белого, розового цвета. И вот такую кружку, из которой я достала соломинку и наполнила ее зефиром и другими конфетками нежных оттенков. Соломинку тоже укладываю на донышко, чтобы она все же таки была в подарке. И, конечно же, какой детский подарок без конфет. Все оставшееся расстояние засыпаю конфетами. Конфеты я не подбирала по цвету, потому что, когда я ими заполнила бокс, сверху, чтобы их не было видно, я взяла вот такие звездочки счастья, которые сделаны из бумаги. Как их делать, я показывала в видео. Ссылка будет тоже в описании, как делать. И укладываю еще одну конфету в виде зонтика. Бумагу тишью подворачиваю. И дальше упаковываем пленкой. Подарок почти готов. Осталось только наклеить подходящую по цвету атласную ленточку. Приклеиваем так, чтобы под нее можно было положить открытку. И на перекрестке. Еще нужен бантик, который делается из трех одинаковых отрезков. Эти три отрезка лент все одинаково склеиваются. Вот так, как вы видите на видео. И затем все эти восьмерки склеиваются друг с другом. Получается вот такой симпатичный бантик. Этот бантик наклеиваю на место, где перекрещиваются наши ленточки на упаковке. И сверху приклеиваю еще один маленький бантик из более тонкой ленты. Конечно, открытку я уже положила. И на открытке единорожка, который желает счастья. Вот, в принципе, вы сейчас знаете, что сделать. Шикарный новогодний подарки. Вполне реально и всем посильно. И я думаю, счастья не будет границ у ребенка, который получит такую коробочку. На этом все, мои хорошие. Я вам желаю счастья, здоровья и благополучия в наступающем 2021 году. Всем пока-пока и до новых встреч!